Точный удар ворота юного игрока команды Вологда открыл счет первого матча турнира по дворовому футболу. В этом году дети до 18 лет стали полноправными участниками городского спортивного проекта Лига территорий. Всего любовь к футболу объединила более 100 влакжан от мала до велика. Игра популярна во многих микрорайонах города, потому что футбол – это игра для всех, отмечают спортсмены. Думаю, что это у нас развивается теперь. Площадки, видите, делают неплохие, как бы и по городу, и везде. Почему нет? Везде открыты, денег не просят, приходи, играй. Торжественные открытия и жеребьевка команд на предстоящий сезон состоялись на стадионе у школы номер 3, где будут проходить все матчи турнира. Защищать честь своего ТОСа, района или двора будут 25 команд. Пока! Вологда! Первый сезон проекта Центр по работе с населением открыл в 2013 году. Тогда турнир собрал 16 команд. В этом году команды почти всех ТОСов будут бороться за победу. Лига территорий – яркий пример того, как важный социальный проект масштабируется при поддержке городских властей, спонсорстве бизнеса и активной позиции жителей микрорайонов. Замечательно, что у нас спорт в городе развивается, уделяется ему столько внимания, становится больше спортивных проектов. Я всеми руками поддерживаю спорт. Надеюсь, что футбол будет развиваться, так же, как и другие виды спорта, и все больше будет ребят заниматься этим видом спорта. Соревнования сезона 2017 года будут идти в трех возрастных группах – до 15, до 18 и старше 18 лет. По жеребьевке команды разделились под группы. Уже состоялись первые матчи. Каждые два тайма по 20 минут. В поле семь игроков плюс фото, то есть семь плюс один, четыре запасных допускаются. Исключаем мы из турнира, ну и об этом, опять же, всем известно, игроков, которые заиграны в первом дивизионе, там играют в первом стрелу. То есть профессиональных спортсменов – это в большей степени футбол непрофессиональный. Это приобщение к физкультуре, к спорту, популяризация здорового образа жизни, позитивное настроение. Борьба за звание победителя продлится до конца июля. Победитель определится по результатам игр в подгруппах. Финальные матчи пройдут 31 июля.